Всем привет из Павлодара! Меня зовут Ирина. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Если вы здесь первый раз, то вы попали на канал, посвященный вязанию. Здесь мы с вами что-то вместе вяжем, разговариваем о нашем любимом хобби вязании, на какие-то околовязальные темы. Поэтому присоединяйтесь, если вам также интересен этот вид рукоделия. Сегодня мы с вами будем вязать шапочку. Вот она, собственно, лежит перед вами. В начале видео я должна была вам поставить фотографии, как эта шапочка смотрится на голове. И сейчас мы с вами будем ее вязать. Она вяжется очень просто, справится абсолютно новичок. Значит, здесь у нас резиночка один на один и вот такой вот простой узор, связанный на основе вытянутых петелек. Шапка связана на обхват головы 58 сантиметров. То есть, ну и туда, и сюда немножко можно еще будет носить. В принципе, она растягивается. Вот. Значит, из какой пряжи я вязала? Пряжу я использовала Воланс Биг Вул. Биг Вул. Данную пряжу мне для мастер-класса предоставил интернет-магазин Меланж. Ссылочка на магазин есть под видео. Вы можете пройти, посмотреть, там эта пряжа есть в наличии, заказать ее и связать точно такую же шапочку просто по мастер-классу, да. Значит, пряжа Биг Вул здесь в 100 граммах 100 метров. То есть, если у вас нет такой же пряжи, вы просто можете подобрать по толщине, да, в 100 граммах 100 метров. Только вот эта пряжа у нас, она ровнится, она совершенно не скручена. Значит, по расходу у меня ушло ровно 100 грамм. Я вывязала полностью моточек на шапку. Дальше. Инструменты я использовала спицы 3,5 для вязания резинки и номер 4 для вязания основного полотна. Несмотря на то, что в рекомендациях самые маленькие спицы это спицы 4,5, я использовала спицы меньшего номера для того, чтобы у меня было более плотное полотно, шапочка была потеплее. Шапки я всегда вяжу меньшим номером спиц, чтобы они были плотненькими. Вот, собственно, и все, что вам нужно будет. То есть спицы 3,5, спицы номер 4, моточек пряжи с толщиной нитки 100 метров на 100 грамм, ножницы, чтобы обрезать кончики, иголка с толстым, с большим ушком для того, чтобы заправить эти кончики и маркер для того, чтобы помечать начало ряда. И, конечно же, вам нужно будет желание для того, чтобы связать себе такой аксессуар. Давайте приступим непосредственно к самому вязанию. Итак, давайте посмотрим с вами, сколько мы будем набирать петель. Значит, предварительно, конечно же, я связала образец, постирала его, измерила. И у меня получилось 20 петель 15,5 см. Значит, я буду вязать на обхват головы 58 см. Я обычно отнимаю от 58 см в районе 3 см, да? То есть где-то в районе 3 см я отнимаю. Можно даже еще больше, если вы хотите, чтобы прям сильно-сильно по голове было. Но не советую больше, особенно если вы где-нибудь резинкой будете вязать, то просто подрастените резинку, когда будете, значит, замерять образец. Значит, я делаю следующим образом. 58 см я отнимаю 3 см, у меня получается 55 см. То есть это тот размер, на который я буду считать. Вычисляем по пропорции, значит, 20 петель это 15,5 см, и х петель 55 см. Выводим пропорцию, 20 умножаем на 55, делим на 15,5. Итого получается 70,9 петли. Ну, здесь можно взять 71 петлю, но смотрим теперь дальше. Во-первых, будет резинка 1 на 1, да? Следовательно, число должно быть четным. Дальше я задалась такой идеей, чтобы у меня вот такой узор, да, будет простой, но чтобы вот эти вот петельки лицевые, которые будут выходить, а чтобы они у меня выходили с лицевой петли с резинки. То есть получалось, что вот лицевая петля всегда будет совпадать вот с этими петельками. На резиночке с вот этими на основном полотне. Следовательно, тут я вязала, рапорт у меня был 6 петель, 5 изнаночных, 1 лицевая. И у меня получилось так, что именно вот этот вот рапорт мне идеально подходит. 72 петли только нужно будет набрать. Получается, что мы с вами округляем до 72 петель. Тогда у нас с вами будет ровно 12 рапортов. То есть в итоге я остановилась на том, что у меня будет рапорт 6 петель, то есть 5 изнаночных, 1 лицевая, и будет 12 рапортов. Итого будет 72 петли. Набирать я буду 73 петельки, то есть 72 петли это для узора. И одну петлю я буду набирать для того, чтобы замкнуть в круг вязание, которое потом у нас просто уйдет петелька, да? И мы будем вязать на 72 петлях. То есть 72 петли подходят для нашего рапорта, и также 72 петли замечательно подходят для резинки 1 на 1. Давайте приступим с вами к вязанию. Набирать я буду на спице резинку вязать на спицах 3,5, и набирать буду на спице 3,5, да, следовательно. У меня это вот такие вот укороченные совсем маленькие спицы. Если у вас нет укороченных спиц, то можно вязать способом Magic Loop. Ну вот я нашла у себя такие совсем малютки от Ади. Поэтому набираю я самым обычным способом. Длинный хвост оставляем и набираем. Стараемся сильно не затягивать, для того, чтобы у вас не был стянут наборный край. 3,4,5,6,7. То есть набираем сейчас 73 петельки. Набрали 73 петли. У меня здесь совсем маленький объем спиц, да, номер лески. Поэтому проверяем, чтобы нигде ничего не было перекручено. И будем сейчас соединять вязание в круг. Значит, вот я располагаю спицы так. Здесь у меня наборный край, да, где был окончание. Здесь у меня на правой спице у меня начало наборного края, да, то есть ниточка у меня вот в этой руке. Значит, я с правой спицы накидываю сюда, на левую. Теперь беру петельку на левой спице и ее одеваю на снятую спицу, на снятую петельку. Подтягиваем это все, спускаем эту петельку. И теперь вот эту петлю, которая у нас, мы ее возвращаем на правую спицу. Все. Мы соединили наше вязание. Так вот у нас ниточка от клубочка. И начинаем вязать. Придерживаем тут кончик. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. У меня ниточка ровнится, поэтому я ее буду вязать очень аккуратно, чтобы у меня нигде ничего не расслаивалось. Я сейчас, скорее всего, на какую-то высоту провяжу на вот этих коротеньких спицах, чтобы у меня был устоявшийся уже наборный край. А потом перейду вязать способом Magic Loop, потому что здесь слишком короткая леска и очень короткие спицы. Итак, вяжем сейчас с вами лицевая и изнаночная до конца ряда. Я довязываю сейчас первый ряд до конца. У меня последняя изнаночная петелька. И можно ориентироваться по хвостику, начало ряда, или повешать маркер. Все. И дальше продолжаем вязать одна лицевая, одна изнаночная на высоту резинки, которая вам нужна. Над лицевыми вяжем лицевые петельки, над изнаночными петлями вяжем изнаночные. Продолжаем вязать резинку. Я провязала резинкой один на один, ровно 10 рядов. И сейчас в 11 ряду хочу перейти на основное полотно, основной узор. Поэтому я буду сейчас переходить на основной узор и менять спицы. Я здесь взяла уже спицы номер 4. И мы будем начинать с вами вязание. Значит, узор у нас будет состоять из шести петель одна лицевая, пять изнаночных. Значит, одну лицевую в этом ряду мы будем с вами снимать. Значит, мы вот так снимаем лицевую и нить держим так, как при вязании лицевой. Дальше вяжем пять изнаночных. Все, это наш рапорт. Опять снимаем одну лицевую. Нить держим так, как при вязании лицевой петли. Пять изнаночных. Так вяжем до конца ряда. Значит, первый ряд провязали. Значит, в первом ряду узора мы с вами снимали лицевую, изнаночные провязывали. Во втором ряду мы с вами будем провязывать все петли. То есть, мы вяжем лицевую пять изнаночных. Опять лицевую вяжем пять изнаночных. То есть, как смотрят петли, так мы и вяжем с вами. И так будем повторять на необходимую нам высоту. Значит, в одном ряду мы лицевую снимаем, во втором ряду мы ее провязываем. В одном снимаем, во втором провязываем. Все остальные петельки вяжем постоянно изнаночными. Лицевая. Пять изнаночных. Вяжем так на необходимую нам высоту. Я провяжу, посмотрю, сколько провяжу, потом вернусь к вам. Я вывязала шапку на высоту 22,5-23,5 см. И теперь я буду формировать макушку. Будем с вами закрывать ее. Значит, у меня сейчас идет ряд, где я по узору буду снимать лицевые петли. Значит, я начинаю ряд, да, лицевую снимаю. Следующих 2 изнаночных я буду провязывать вместе. Я их вот так разворачиваю и провязываю вместе изнаночные. Дальше у меня здесь остается 3 изнаночных. Я вяжу их просто. Опять у меня лицевая петелька, я ее снимаю. Следующие 2 изнаночные я разворачиваю и провязываю изнаночной. Три изнаночных еще. И повторяем, да. Лицевую снимаем, изнаночные 2 разворачиваем. У меня получается, чтобы правая стенка была спереди. Провязываем изнаночной и еще 3 изнаночных. И так будем повторять до конца ряда. Значит, вяжем лицевую снимаем, 2 изнаночных вместе, 3 изнаночных. То есть, это у нас раппорт, да. Вяжем до конца ряда. А следующий ряд мы провязываем по узору без сокращения петель. То есть, в следующем ряду лицевые петли мы должны будем провязать. У нас получится лицевая, 4 изнаночных. Вяжем ряд с убавками и потом один ряд без убавок. Значит, я провязала ряд без убавок. Теперь мы снова будем делать с вами убавки. В этом ряду мы снова снимаем лицевую петельку. Но теперь убавку мы будем делать не в начале раппорта, а в конце. То есть, если здесь мы снимали петлю, делали убавку, то теперь мы снимаем петлю, провязываем 2 изнаночных. Следующих 2 изнаночных вяжем вместе. Опять лицевую снимаем, провязываем 2 изнаночных. Следующих 2 изнаночных провязываем вместе. Изнаночной петелькой провязываем их. Опять лицевую снимаем. 2 изнаночных и 2 вместе. Так вяжем до конца ряда. Значит, следующий ряд мы с вами провязывать будем опять без убавок. То есть, у нас уже с вами останется 1 лицевая, 3 изнаночных петли. Вяжем ряд с убавками, потом еще один ряд провязываем, как смотрят петли без убавок. Приступаем к следующему ряду с убавками. и будем вязать вот так, как вязали первую. То есть, первую лицевую снимаем, 2 изнаночных вместе. Изнаночная. Лицевую снимаем, 2 изнаночных вместе. изнаночная. Лицевую снимаем, 2 изнаночных вместе. Изнаночная. И так продолжаем. Сейчас мы с вами сделаем убавки. И в следующем ряду будем опять вязать без убавок. То есть, у нас останется 1 лицевая, 2 изнаночных. Сейчас мы будем делать снова ряд с убавками. Единственное, хочу отметить, что я провязала не 1, а 2 ряда без убавок, для того, чтобы теперь попадать в узор. Но это потому, что у меня начала делать убавки в ряду, где я снимала лицевую. Если вы начинаете делать убавки в ряду, где вы провязываете лицевую, то вам не понадобится 2 ряда без убавок. Значит, теперь в следующем ряду мы делаем убавки. Лицевую мы провязываем, 2 изнаночных вместе. Лицевая, 2 изнаночных вместе. Так вяжем до конца ряда. Потом провязываем ряд без убавок, в котором мы лицевую петлю будем снимать. И у нас получится, мы лицевую снимаем. Сейчас делаем ряд с убавками, потом делаем ряд без убавок. У нас будет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевую будем снимать, изнаночную просто провязывать. И у нас с вами будет сейчас последний ряд с убавками, где мы будем провязывать по 2 вместе. То есть у нас лицевая снятая и изнаночная петля. Вот лицевую петлю и изнаночную мы провязывать будем вместе. Значит, лицевую я вот так накидываю, переворачиваю, левой стенкой вперед и провязываю лицевой. Следующую лицевую разворачиваю и провязываю вместе с изнаночной, получается, вот за заднюю стенку. Я провязала ряд с убавками, по 2 вместе, где мы вязали, и один ряд провязала еще просто без убавок. Все, все лицевые петли. Теперь я отрезала кончик, заправила его в иголочку и собираем все петельки со спицы на нитку. Нитка пушистая получается. И не совсем это... Не во всем это удобно. Подтягиваем наши петельки. Такая вот у нас макушечка с вами получилась. Тут я еще пропускаю вот так. Хорошенько затягиваем и выводим наизнанку. Закрепляем хорошенечко здесь с изнаночной стороны. Я, наверное, сейчас немножко пропущу ниточку, потом еще один узелок завяжу. Эта ниточка достаточно толстенькая, мне кажется, как бы не развязалась. Все, и прячем. Ниточка пушистая, и после того, как вы постираете, скорее всего, ее вообще не будет возможности вытащить даже. Все. Шапочка наша готова. Прячем все оставшиеся кончики, хвостики, стираем и носим с удовольствием. На этом мастер-класс закончен. Если вам понравилось это видео, что вы вязали, то не забудьте поставить лайк. И, конечно же, я всегда прошу присылать мне фото готовых работ. Если вам это, конечно, не сложно, а мне это будет очень приятно. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в новых мастер-классах. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok